Рекордный городской бюджет, превышающий 10 миллиардов рублей, был предварительно представлен всеобщему обсуждению. Затем главный финансовый документ муниципалитета был рассмотрен участниками Думских комиссий. Будет ли он вынесен на заседание самой Думы и какие еще вопросы были включены в повестку заседания, расскажет моя коллега Ирина Яковлова. Заседание Думских комиссий было плановым. Помимо народных избранников, в нем участвовали представители органов местного самоуправления, руководители управлений и учреждений города, начальники отделов администрации и прочие специалисты, которым предстояло ответить на вопросы депутатов, если бы они возникли. Реклама. Всего у нас 19 вопросов. Обшипные. Городской бюджет на будущий год был одним из первых пунктов в повестке заседания. Накануне документ прошел публичное слушание. В главном финансовом документе предусмотрены вопросы в области развития экономики и человеческого капитала города Убытнамбур. И финансово обеспечены действующими обязательствами по достижению показателей 19 муниципальных программ. Бюджет городского округа города Убытнамбур впервые перешагнул 10 миллиардов на денежный рубеж и имеет основополагающий принцип равновесия доходных поступлений и бюджетных расходов. На мой взгляд, очень важное, радостное событие, потому как это в первую очередь влияет на жизнь города. Несколько лет назад бюджет города Убытнамбур был 3 миллиарда. Сегодня он очень хорошо вырос. Жизнь Убытнамбур становится комфортнее. Город развивается стремительными темпами. Лозунг «Всё лучшее детям» актуален, как никогда. Участники совещания внимательно выслушали Людмилу Муратову, начальника управления образования, которая предложила проект решения Думы, касающийся льготных категорий школьников. Для сохранения системы горячего и бесплатного питания детей общеобразовательных организаций посёлка Харк предлагаем утвердить категорию обучающихся, получающих бесплатное питание в образовательных организациях, расположенных в посёлке Харк и в городе Убытнамбур. Депутаты единогласно согласились с предложенным решением внести этот вопрос в повестку заседания Думы. В общей сложности дела насущные народные избранники обсуждали больше часа. Они касались различных сфер жизнедеятельности городского округа, а также горожан, которых планируют отметить почётными грамотами и благодарностями городской Думы. Окончательное решение будет принято на следующем заседании. Ирина Якубова, Евгений Садыков, программа «Время местное».